Друзья, всем привет! Сегодня у нас автомобиль вот такого замечательного плана в работе. Это новая Ешка. Как вы видите, уже индекс Е400. Такой довольно-таки редкий автомобиль. Ешки в такой комплектации покупаются не часто, стоят они недешево. С автомобилем будем проводить массу работы. Сейчас будем делать, сейчас уже автомобиль помыли, уже почти закончили обезжирку. Будем делать коррекцию кузова. То есть автомобиль новый. Почти месяц ему, даже чуть может быть, ну и больше, не помню точно. На автомобиле уже масса повреждений по лакрасочным покрытиям. Сейчас вам это позже все расскажу, покажу. Далее на автомобиле будет устанавливаться наша новая система, разработана специально для Е-класса под названием AirTouch Performance. Разработан специальный новый видеоинтерфейс под систему NTG 5.5 с правильной, корректной и качественной реализацией звука. То есть будет реализован Out путем включения на кнопки руля. Плюс весь этот звук будет правильно управляться через штатную шагу. Далее устанавливаться будет строительный тюнер. Будет он подаваться на оригинальный монитор по HDMI. То есть картиночка будет сочная, качественная. И соответственно можно будет смотреть далее в автомобиле. Сейчас проводятся некие работы с оригинальной системой. То есть будем реализовывать разблокировку DVD движений. То есть будет штатный DVD распортирован. Можно будет наслаждаться движением. Будем также менять алгоритм логики системы Start-Stop. То есть будем менять полностью из режима работы. Ну переворачивая режим работы, так сказать. То есть в результате будет на светофорах автомобиль не глохнут. Всех это раздражает. То есть эко режим поменяем. Далее здесь будут устраиваться парктроники. То есть здесь чувствительность будет более правильно работать. То есть вы будете увидеть препятствия быстрее. Парктроники будут быстрее реагировать до препятствия. И это соответственно обезопасит вас от тех или иных повреждений. Далее будет автомобиль тонироваться. Задняя полосфера будет тонироваться, если говорить в простонародье, пятнашкой, вернее пятеркой. А передние стекла будут тонироваться 15% пленкой. Далее сейчас покажу вам как начинается работа у нас в вопросе дитейлинга. Что происходит с кузовом, в каком состоянии мы его принимаем, в каком состоянии выдаем автомобиль. У нас здесь вот такой замечательный микроскоп. Сейчас я вам покажу, ну в любое место приложим, здесь уже есть царапины. Здесь можно будет посмотреть, как автомобиль, которому всего лишь месяц поврежден. Вот если присмотреться, здесь есть царапины, вот они, это уже повреждения у окрашенного покрытия. То есть скоро это будет больше и больше. Вот здесь вот сразу их уже видно, невооруженным глазом под микроскопом их еще больше видно. Далее вот, к примеру, здесь мы, да, первичный осмотр проводили, увидели здесь вот повреждения. Ну здесь стоя уже место, как бы, вот оно. Покажите нам, пожалуйста. То есть это прямо уже такие риски сделаны на двери, то есть это руками, ногтями всегда получается. Вот здесь вот уже, вот к примеру, раз, и вот мы наводим, и видим, соответственно, царапинки. Будем постепенно сейчас снимать, рассказывать, показывать. Важным моментом отмечу, автомобиль уже начали разбирать, начали демонтировать консоль, под которыми будем располагать, размещать блоки NG5.5, наш видеоинтерфейс цифровой киберлинг, и андроид-систему AirDash Performance. Соответственно, покажем, как аккуратно это разбирается. И многие просто переживают за то, что при разборке, сборке автомобиля ломаются клопы, либо еще какой-то крепеж. Всегда делаем это аккуратно, максимально точно, идентично. И покажем на видео, что конкретно в этом автомобиле клопы сломать, ну, надо очень постараться. Поэтому все происходит аккуратно, безопасно.